Здравствуйте! Меня зовут Алина и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я буду делать необыкновенную пастилу. Это пастила абрикос-имбирь. Очень интересное сочетание. Для меня это был сюрприз, что вообще получится. Я думала, что абрикос с имбирем не сочетается, но я ошибалась. Это видео одно из первых в моей специальной рубрике. Раньше я уже делала, конечно же, пастилу по рецептам моих подписчиков. У меня все получалось замечательно. Мне приятно, что вы присылаете какие-то идеи, которые можно воплотить в реальность. Итак, спасибо большое Людмиле, нашей подписчице, за такую идею. Давайте будем смотреть, что нам для этого надо. И, конечно же, потом будем пробовать. Для этого рецепта нам понадобится 400 грамм абрикос, имбирь. Я его еще не терла. Я потру его на терку и выжму сок. Мне нужна будет 1 столовая ложка сока имбиря. 1 чайная ложка меда. У меня он темный, потому что я брала гречишный мед. Если у вас цветочный, он будет лучше сочетаться. И, конечно же, вода. Нужно смотреть по консистенции. Если абрикосы суховаты, то, конечно, воду нужно будет добавлять. Если абрикосы очень сочные, возможно, вы обойдетесь и без воды. Вот такое пюре у меня получилось. Теперь я буду выливать его на лист для пастилы. Так как у меня силиконовый, я его ничем не смазываю. Но, опять же, да, если у вас пластиковый лист, то обязательно смазывайте растительным маслом без запаха. Абрикос немножко капризен с пастилей. Если делать просто чистый абрикос без ничего, велика вероятность, что пастила потрескается. Поэтому мне очень понравилась еще идея. Ею поделилась моя коллега Виктория. Она мастер пастилье. Она поделилась в общей группе, в общем чате мастеров, как делать абрикосовую пастилу, чтобы она не трескалась. Можно добавлять немножко банана тоже или немножко кабачка. Все, теперь пастилу я ставлю в сушилку. Температура 45 градусов. Как всегда, примерно на 12 часов. Так, пастила абрикос-имбирь высохла. Она уже не липнет. Она такая плотненькая получилась. Здорово. Ну, конечно же, с силиконового листа отходит очень хорошо. Она эластичная, видите, мягенькая. И довольно-довольно-довольно-таки плотная. Класс! Мне нравится ее структура прям очень-очень сильно. Давайте теперь буду пробовать, поскольку я еще не знаю. Для меня этот вкус не знаком еще. Итак, что я могу сказать? Я сейчас попробовала, сам имбирь вначале не чувствуется. Поскольку абрикос был очень ароматный и такой, он сам по себе очень насыщенного вкуса, то имбирь, конечно, не очень чувствовался. Но сейчас я чувствую послевкусие имбирное, такая свежесть. На мой вкус я бы добавила имбиря немножко больше, чтобы он был ярче. Но вообще очень-очень хорошо. Правда, я возьму себе этот рецепт на заметку. И обязательно каждый год буду такую пастилу делать, потому что действительно это очень вкусно. Я вам желаю приятного аппетита и будьте здоровы! Спасибо за ваши рецепты! С теплотой к вам, наша семья Керн!